Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, стараемся найти на него ответ. Не знаю, осознанно или нет, но вы задаёте свой вопрос в некой такой, я бы сказал, в провокационной форме, типа, подскажите, как это понять, что делать. В этом вы не очень говорите о том, чего, например, вы хотите, допустим. Такая ваша цель, если наладится отношение с сыном, то это один вариант. Развитие событий, если вы хотите, там, чего-то другого, да, это другой вариант развития событий и соответственно зависимости от цели уже нужно будет смотреть. Поэтому я, честно говоря, пока не очень понимаю, что вы хотите, что вам нужно в этой ситуации. Поэтому давайте сначала, наверное, определимся с целью, да, определимся с целью. Вот, что делать, чтобы что. Это первое. Такой вот, первый такой ключевой момент, на который вам нужно обратить внимание. Какая у меня цель будет. Вот. И уже отталкиваясь от цели, можно будет о чём-то говорить. Именно отталкиваясь от цели. Собственно, вы можете, вы можете для себя сами определить то, как вам это понять. Потому что все люди разные и у всех свой взгляд. С моей точки зрения, с точки зрения моей волосы, с точки зрения моей практики, которая у меня есть опыт знаний, вот, я могу сказать примерно так. Так. Мне видится, что вы достаточно такой гиперобсказывающий человек. Вот. Как это мне видится, конечно же. Вот. И мне видится ситуация такова, что такое мне видится ситуация, что вы слишком, ну, возможно, слишком сильно тяготеете к сыну. То есть вы, вероятно, привязаны к нему. Вот. Чересчур сильно привязаны к своему сыну. Вот. Что, как бы, делает вас от него зависимым в какой-то степени. В первую очередь. А, в вторую очередь, делает вас, эм, как бы, в отливе от сына, да, не ценный. Тогда как сын ваш, он, без вас, как бы, ну, обойтись, вероятно, может. Вот. Вот. Поэтому здесь хочется спросить вас, насколько вы сильно нуждаетесь, нуждаетесь ли вы, э-э-э, прав я в том, что говорю или нет. Это такой момент. Следующий момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Внимание касается он, э-э-э, реакции вашего сына на э-э-э, происходящее. Во-первых, его выбор, э-э, такой вот жены, да, которая откровенно выступает против вас, как видит у вас угрозы и погнала, э-э, вполне может быть связан с его, таким, подспудным желанием, э-э-э, от вас оградиться. Э-э-э, сам он этого, может не осознавать, вот. Но через жену это вполне может проявляться. Вот. То есть здесь я бы, обратил внимание на то, э-э-э, допустим, насколько вашему сыну с вами комфортно, насколько ему с вами удобно, насколько он с вами может быть собой, насколько вы, э-э-э, сами считаете его самостоятельным, что он вполне способен, э-э-э, делать, э-э, ну, принимать решение жить своей жизнью, так, как он хочет. Вообще есть у вас такое, э-э, понимание, такое, ну, э-э-э, такое впечатление, да, такая вот позиция, такая конструкция, э-э, сознание или не, или нет этого, ну, или вообще этого нет. Вот. Это довольно важно. Дальше. Э-э-э, откуда-то у вас, э-э, есть, э-э-э, тяготение, э-э-э-э, вот, добиться одобрения и признания, признания, э-э-э, его жены и э-э-э-э, матери жены. Вот. Вот это вот, эти ожидания, которые у вас, э-э-э, имеют место быть, они вызывают вопросы. Потому что, ну, люди для вас, э-э-э, в принципе, могут быть чужими, и, откуда такое желание им понравится. Вот. Вот. Вопрос. Для меня, так, по крайней мере, вот. То есть, цельно всё это приводит нас к вопросу о том, а, значит, э-э-э, насколько вам интересны вы сами. И интересны ли вы сами себя. Э-э-э, честно говоря, честно говоря, э-э-э, у меня есть, э-э, основания, э-э-э, полагать, что, э-э-э, вы себе, э-э-э, можете быть не интересны. Э-э-э-э. Или э-э, пытаться, э-э-э-э, строить реальность под то, как это видится вам. Это неплохо, все и в нас, ну каждый из нас в принципе это делает в той или иной степени, но важно немножко другое, как мне кажется. Важно, знаете что, важнее, на сколько, ну важнее какие у вас шансы, вот, то есть, ну есть ли у вас шансы это сделать или нет, знаете какая штука, потому что если вы это делаете, а фактически шансов у вас нет, чтобы это сделать. Ну то есть, чтобы ваша реальность, условно говоря, позволяла вам реализовываться. Вот. Что вы, по сути, по сути тратите свои ресурсы, к сожалению. Вот. Поэтому я рекомендовал бы вам как-то вот на эту сторону еще посмотреть. Ваш финн либо очень ведомый человек, либо он очень ведомый, либо он хочет быть один, то есть хочет как-то от вас отстраниться. Вот. Ну, тут все, конечно, все зависит от конкретного случая. Я думаю, что нужно здесь более подробную информацию о вас узнать. Вот. Как мне кажется, чтобы, ну, понимать, о чем идет речь. Вот. Примерно так. Это вот то, что я могу вам сказать с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. То есть вы, ну ладно, есть ожидания. Вот. Вы не особо, как мне кажется, смотрите, да, на то, насколько они объективны. То есть вы пытаетесь, там, купить внимание людей, пытаетесь купить их хорошее отношение и обижаетесь на то, что они ваше ожидание не обрадуют. То есть, ну да, вот люди бывают такие, но вы, как будто в эту сторону не понимаете. Вот. И вопрос не в том, что вы должны это делать, а вопрос немножечко в другом. Есть ли у вас возможность такая? Вот. Ну да, мне кажется, иногда, мне кажется, что такой возможности у вас нет. возможности воспринимать, ну, другую реальность. Вот. Значит, давайте сейчас я вам прочитаю ваш вопрос, чтобы конкретные комментарии были. Так. Возможно, с помощью ваших дверей я смогу найти решение. Решение чего? Чего? Сын недавно женился, его жена в предслабии. Сын, потому что меня родители общения с сыном. Помощь, приготовь, проведение свадебных мероприятий. Обрываю правы. Мы с родителями так решили ваш сын. Сын не против. А, ну, здесь, как правило, вам нужно другую сторону смотреть там, если. А, тут ведь какая история. А, вы поняли это так? Эх, как поняли. Но, вполне может быть, что там есть другой момент, момент. Вот. Но, понимаете, оградить вас, оградить вас. Если люди хотят вас оградить, если люди хотят вас оградиться. Значит, вероятно. Я не говорю, что это сто процентов, так, но вероятно. В чем-то вы для них представляете угрозу. В чем-то вы для них представляете угрозу. И важно понять этот момент, в чем может быть моя угроза этим людям. Понимаете? Опять же, есть договоренности. То есть, как бы, если изначально договаривались, что, ну, как бы, все договаривались за свадьбу, то есть, ну, может сын не хотел, чтобы вы решали этот момент за свадьбу. То есть, какое это значение-то имеет в данном случае конкретном? Таким образом, давалось мне понять, что я лично чужая, но мне никого не интересует. Ну, мне кажется, как-то вы вместо карьер здесь прыгаете. Это еще ничего не значит, по крайней мере, вот именно это заявление. То, что вы себя так чувствуете, да? Это немножко другой вопрос, то, что вы себя так ощущаете. Это немножко другой вопрос. Это немножко другое, условно говоря. вот. Поэтому я бы сказал, я бы сказал, что то, как вы себя чувствуете, может отличаться от того, что вам говорят люди. И то, как вы себя чувствуете, желательно разграничивать, отграничивать от того, что вам говорят люди. Потому что люди вам могут говорить какие-то вещи. вы можете на это, ну, определенным моментом, определенными моментами и реагируют, и получается, получается, получается так, да? Получается так. Это вроде как вот славик, который вам сказал это. что вы чувствуете, на самом деле это не всегда так, да? На самом деле есть ваша готовность, скажем так, есть ваша готовность для себя как-то чувствовать, чувствовать, ощущать. Дальше. Так. В итоге она изменилась, отношения стали налаживаться. За что она изменилась? Почему она изменилась? К какому решению вы пришли? То есть объяснила ли она свою позицию и так далее? Непонятно. Сырь много лет проживала в другом городе, видели средства. К ранее дохода мы говорили, что надо всем перебраться в один город. Зачем? Кому всем? Кто мы? Говорил. Перед моим приездом, сначала, с вами отстроив чистку мозгов, моему сыну говорили, что я уже в эволюциях, старая, никому не нужна, на работу не нужна, с поводу того, чтобы мне их развести. Откуда вы это? Откуда вы это знаете? Сын ответил, что мне универо. Я приехал и купил дороги и подарки. Знаете, я отдала последний. Хотел сюрприз сделать, подогревшую дорогу, любопытную. Гоня, какую стирку она закатила. Я не буду смотреть ваши подарки. Всем закупили мне ничего. Я отдала подарок. Мне не понравится. Здесь у вас, знаете, какая-то поверхность не счастливается. Условно, люди не рады вас видеть. Ну вот, условно. Вы идите к тем, кто не рады вас видеть и покупаете подарки. На что вы рассчитываете? Ну вот, такой позиции, что вас примем, что вас будут рады видеть после подарков. Это, это, ну, это так работает, работает по-вашему. То есть, ну вот, ага. Какая у вас мотивация, что ли, была? Вот. У вас, эм, с сакой, да, непонимание друг друга. Ну, очевидно. Очевидно, непонимание друг друга. Это и есть, это факт, что непонимание присутствует. Вы делаете сюрприз. То есть, сюрприз можно делать, когда между людьми есть понимание. Но он не так, когда между людьми нет понимания. Ну, это вы, люди, которые сюрпризы не любят. И больше тех, кто не любят сюрпризы, чем те, кто любят сюрпризы. И вы, именно тем, у кого нет взаимопонимания, начинаете подогревать интригу. Понимаете? Это выглядит, как провокация. Я не говорю, что вы специально это делаете. Поймите. Просто вопрос в том, да, у вас какая, такая вот, ну, направленная, основная. Но вы хотите поменять других людей, что-то им доказать, вот. Или вы хотите в себе разобраться, в себе лучше понять. Это довольно важный момент, как мне кажется. Вот. Поэтому, обратитесь, пожалуйста. И на это внимание своё тоже. Дальше. Дальше. Я пояснил вам, что предвидела такую дату, потом догадывала возврата денег, машину купить тебе всё, что хочешь. Здесь вы уходите в рационализации, уже искренности никакой. Так и сделали. Предо мной никто не извинился, спасибо не сказал. Видите, ожидания. Списных матерей ходят по бабкам, на меня колыют. Сын говорят, что я порчу. На неё навела со свечей, хорошо выживаю, если нет. Сын на меня наквечает, сейчас не выговариваем. Живём в одной квартире. Молчи. Так не хочу давать сбавлю для их волшебной головы, их творческими демидерами действиям. Ну, молчение. Не знаю. На моём опыте, молчание никогда не давало решение проблем, потому что молчание – это некое спасибо. Я устроилась, мне жалёвый вопрос. Могу начать не раньше, через полгода. Есть сдерживающие факторы. Как мне всё это понять? Что именно понять, да? Что делать, что делать, чтобы что? То есть, ну, если вы любите сына, наверное, мне нужно наладить отношения с сыном, спросить его, как лучше всего ему будет в вашем контексте. Вот. Если он любит, ну, вот, свою жену и так далее. Мне кажется, он не до конца принял его выбор. Как сказать, как будто вы боретесь. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго. Спасибо. Спасибо.